Друзья, сегодняшний выпуск я решил посвятить работе с Китаем, бизнесу с Китаем. И решил поделиться немножко своим опытом, потому что я, честно говоря, долго готовил этот выпуск. Он состоит из двух частей, которые вы здесь увидите. И одна часть, о которой рассказываю я, это финансовая сторона, и другая часть это интервью. И оно довольно интересное. Мне кажется, что обе части очень важны, если вы находитесь где-то на старте бизнеса с Китаем. Вы задумываетесь о том, чтобы когда-то в ближайшем будущем вести этот бизнес с Китаем. То, я думаю, это вам будет очень сильно полезно. В интернете очень много историй, очень много интервью, очень много, может быть, каких-то тем раскрывается про бизнес с Китаем. Но я всегда знал, что меня однозначно туда потянет. И я немножечко, так скажем, наберусь опыта и однозначно поделюсь с вами. Вы знаете, что на нашем канале я делюсь опытом абсолютно всем в предпринимательстве, которое у нас вообще случается в принципе. Поэтому, и вы знаете, я думаю, что для вас не секрет, что мы занимаемся кофейнями, мы занимаемся закусочными. Сейчас мы уже занимаемся даже ресторанами. Но меня всегда немножечко тянуло в сторону Китая. Мне было интересно, как это все функционирует и работает. И у меня была пара идей по товарам. Я думаю, вы слышали от меня о банке «Точка». И я часто его упоминаю, потому что мы с ними давно сотрудничаем. И они, правда, очень сильно помогают и мне, и моим бизнесам, и бизнесам франчайзи наших. И наших партнеров в том числе. Я часто рекомендовал их. Я думаю, что если вы когда-то тыкали по нашим ссылкам, смотрели этот банк, и вы были на старте, то они помогали вам бесплатно открывать там ИП. В общем, регистрируются в налоговую. То есть эти ребята занимаются практически всем. Но честно, я не думал, что они мне как-то смогут помочь с этим, так скажем, китайским моим проектом. И я решил позвонить им, написать им. И они сказали, что вообще никаких проблем. Они как раз недавно запустили один очень прикольный проект. В общем-то, по их советам я не стал переживать. Поехал в Китай. Мы как раз выбрали тот товар, который нам необходим. И буквально тут же его оплатили. Честно, если бы мне рассказывали это, когда я находился еще тогда в Португалии, или продолжал бы работать с другими странами Европы, я бы удивился, как так вообще произошло, что это такое. Потому что, честно, на моей практике раньше это было очень сложно. А сейчас это произошло просто за мгновение. Технологии банка позволяют совершать финансовые операции из любого места в мире. Они даже позволяют оплачивать те самые китайские счета. И более того, вы можете даже бухгалтерскую отчетность формировать там. Честно говоря, это, правда, очень сильно упрощает жизнь бизнесменов. И вот там, сидя, оплачивая вот этот вот счет, мгновение, вспоминая свои прошлые истории из Европы, я понял, насколько у банка Точка получилось как-то, знаете, так технологично шагнуть вперед. И, ну, я, правда, наслаждался этим процессом в моменте. Как у них получилось разработать реально полезный и нужный продукт для клиента. Я, честно говоря, на тот момент и не знал, что был практически первопроходцем в банке Точка по этому именно новому продукту. И, знаете, их администратор, их, как правильно он называется, человек, который все время на связи, в общем, он всегда был со мной на связи и всегда меня страховал, отвечал на все вопросы и помогал мне, собственно, со всеми этими делами. И я был, честно, этому удивлен, потому что, ну, я к такому отношению немножко не привык. В общем, я очень часто, когда мы только выкладывали видео по нашей работе, наших кофеен, когда я рекомендовал этот банк, что они реально помогают быстро делать, открывать счет, быстро помогают открывать вам ИП, что для новичка в бизнесе супер важно. То есть не прямо на телефоне, с вами у нас есть реалити-шоу, где об этом все рассказывается, они прямо сидят и по телефону вам помогают, как открыть ИП. И мне просто люди писали, которые смотрели канал в шоке о том, что, блин, ну, они думали, что так вообще не существует, что так люди не работают. Но на самом деле оно так и есть. И тут такая же ситуация. И, знаете, я когда с менеджером общался по телефону, я сказал, что я обязательно когда-нибудь в скором времени, когда буду рассказывать о Китае, я расскажу об этом кейсе. И, собственно, вот, дорогой Дмитрий, я рассказываю об этом кейсе. В общем, я сделал небольшой список. Как обычно, я делюсь всеми полезностями. Для вас, ну, мне это правда важно, и я очень люблю находить такие же полезные видео в интернете, изучать их, смотреть на YouTube. Поэтому, как обычно, для вас выделил списком, что крутого, что прям помогает. Я думаю, что если вы где-то на старте находитесь сейчас, там, хотите изначать бизнес с Китаем, и не только, кстати, с Китаем сейчас, я как понимаю, они начали работать с многими-многими странами. Но в любом случае, если вы находитесь на старте, то я выписал по списку, что мне очень сильно помогло, и, ну, что прям вот такое топ отличительное. Ну, собственно, мне понравилось, что когда я начал оплачивать счета, что был обмен валют по практически самому выгодному курсу, который я только видел среди котировок всех других банков. Номер два – это валютный счет за один час онлайн. Мы, честно говоря, не успели подготовиться, и, как я вам сказал, уже мы поехали не совсем готовы, но все это произошло вот буквально реально за один час валютный счет. Платеж и постановка контракта на учет всего лишь два часа. Ну, номер три – это личный помощник, как я уже говорил, без него я бы просто не справился. Он мне помогал просто по всем вопросам, и, ну, для меня это был прям реально вот топ-топ, потому что особенно где-то далеко, в другой стране, ты прям себя чувствуешь очень одиноко, и особенно когда тебе надо работать с деньгами, тебе очень страшно. Поэтому тут они тоже очень сильно помогли. Помогали мне со всеми документами, и, мне кажется, даже помогли избежать нескольких штрафов, потому что я немножко был в этом плане новичок. Четыре – это был прям очень круто. Это была помощь в таможенной декларации, и, более того, они проверяли на надежность зарубежного партнера, что, ну, для меня, для вообще просто практически нулевого человека было, ну, очень важно. На самом деле, я всегда думал, что, типа, ты отдай нам деньги, и там уже все само разрешится, но, мне кажется, их даже волновала моя успешность, моих начинаний в Китае. Номер пять – они полностью избавили меня от необходимости подбирать коды валютных операций, и подбирать справки, и, мне кажется, это прям вот можно реально выделить жирным номер пять. Это было очень круто. У людей, которые хотят стартовать в бизнесе с Китаем, или вообще, ну, по-моему, как я понимаю, в любой другой стране, есть время перевестись на банк.свой счет абсолютно бесплатно. То есть год бесплатного обслуживания и валютного контроля, если вы сделаете три условия. Оставить заявку на открытие валютного счета под ссылкой в этом видео внизу до 19 февраля. Открыть валютный счет и заплатить иностранному партнеру за поставку. Думаю, очень три простые вещи, если вы находитесь где-то на старте, я думаю, это того стоит и целый год бесплатно. Недавно со мной произошла очень забавная история. Как вы знаете, наверное, шеринг и вообще вот этот вот бизнес, все, что с ним связано, сейчас начинает немножко набирать обороты. И признаться честно, мы с моим партнером Алексеем вдруг задумывались об этом шеринге. Мы решили, что надо бы как-то себя попробовать, свои силы в этом направлении. И я начал изучать Китай. Очень сильно начал изучать Китай, смотреть, как вообще с ним что-то можно связаться, как можно, я не знаю, заключать поставки, как искать поставщика. То есть у меня возникло миллион вопросов, потому что, как вы знаете, я занимаюсь кофейнями, закусочными, а с Китаем я никогда дела не имел. Поэтому я абсолютно случайно натолкнулся на человека, который с Китаем как раз-таки разбирается. И он такой, знаете, с ним на «ты». Мы с ним встретились. Привет! Привет, Роман! Да, очень рад я, что ты у меня в гостях сегодня. И еще немножко предыстории. Я сначала пытал его просто так словами, то есть лично все, а потом я подумал, а почему бы не вытянуть что-нибудь полезное для вас, чтобы у вас в голове, я не знаю, что-то отложилось. Вдруг вы задумаетесь о Китае или подобных вещах. Сегодня мы узнаем, наконец-то, как сделать бизнес с Китаем. Как вообще, для меня это просто какой-то темный лес, и я не представляю, что там может происходить. Сегодня ко мне в гости прилетел Никита, который жил в Китае 13 лет. Моя любимая цифра, кстати говоря. Видишь, это может быть счастливо, да, знак, точно знак. И я думаю, что Никита мне может очень много рассказать. А мы с моим партнером задумались о шеринге, и мы подумали, что-то вот, может быть, велосипеды, может быть, самокаты, может быть, еще что-то, потому что у нас здесь много кофейн, и мы подумали, почему бы на базе этих кофейн в Москве, к примеру, не попробовать поставить как-нибудь шеринг. Ну смотри, вообще хотел начать с того, что, да, друзья, я прожил в Китае 13 лет, и в России я бывал, на самом деле, не так уж и часто, а тем более, ну, никогда не бывал в таких городах, как Ижевск. У меня всегда был, я сам с города Благовещенска, это Дальний Восток. Сюда я приехал в Ижевск, и вообще я сейчас делаю такой небольшой трип по России. Я заметил, что здесь люди действительно очень мало знают, что о Китае, и мало людей, которые могут на самом деле рассказать, как работать с Китаем, что можно посмотреть в Китае, ну и так далее. Смотри, вот захотела, например, вообще, то есть начнем с первого самого аспекта. Я прилетел в Китай, например, я хочу заниматься велосипедами, хочу купить электровелосипеды. Куда мне надо идти? Первое, да, это нужно определиться с нишей, да, потому что многие люди приезжают тоже в Китай, как вот в Китае все дешево, мы там сразу все найдем, там у нас есть английский язык, мы знаем, мы там со всем разберемся. На самом деле это не так. Китай – это совершенно другая страна, совершенно другая культура, и, к сожалению, китайцы не все знают хорошо английский язык. Поэтому, ребята, когда первый мой совет, прежде всего вы летите в Китай, обязательно найдите себе переводчика, гида-переводчика, который поможет вас провести туда, куда вам нужно. Вам нужно будет построить план, что вы хотите, чтобы не тратить время, построить план, что вам нужно от Китая, какие города вы хотите посмотреть, потому что зачастую многие товары находятся в разных провинциях. В Китае провинции разделяют именно по товарке, где какие товары, допустим, производятся. Если взять Гуанчжоу, то это, скажем, это вещи. Если взять Шенчжэнь, то это электроника. Если взять там под Шанхаем заводы, там это идет автомобильное строение, там запчасти и так далее. Поэтому, в первую очередь, определите для себя, что вы хотите получить от Китая. Выбор ниши. Да, выбор ниши. Это первое. А если я выбрал нишу, например, опять же, просто мне кажется, что мне хочется все-таки добиться своего примера и как-то отстоять его права. Если я выбираю, например, какие-нибудь электровелосипеды, это мне куда надо примерно ехать? Все зависит от объема. Если у тебя объем небольшой, тебе нужно идти к посреднику. Тренинговая компания, так называемая. У нее ты можешь купить небольшой объем в ассортименте и за это, скажем, заплатить не такие небольшие деньги. А если ты приезжаешь на завод, когда люди все приезжают, вот нам нужен конкретно завод. Завод говорит, ну хорошо, мы можем вам там продать 3-4 штуки, но у них за счет того, что ты берешь маленькое количество, маленький объем, у них, соответственно, будет high price, высокий price. О как. Поэтому тебе, да, нужно определиться с количеством, к кому тебе обращаться, к тренинговой компании, либо к заводу. Ага, окей. Хорошо, тогда, значит, определяем количество. А переводчика вообще где найти можно? Ну, переводчика можно найти в интернете. В плане, там есть два сайта. Это нитгид.ру, сейчас такой популярный сайт. И там еще вроде есть куча всяких сайтов по гидам. Ну, либо, допустим, даже можете зайти в соцсети, там ВКонтакт, набрать там город, который вас интересует, и постретить всех ребят, которые там живут, им написать лично. Знаю, на YouTube есть такой канал прикольный, там люди просто ходят и покупают товар в Китае, торгуются. То есть они постоянно торгуются, вот на этом, собственно, строят весь свой канал. Скажи мне, пожалуйста, а как вообще выбить нормальную цену? Вот есть ли смысл торговаться с ними, или это бесполезная штука, и вот прайс один, и все? Ну, торговаться, конечно, есть, да, смысл, но опять же, нужно понимать, где. Часто бывает ошибка, то, что люди приезжают, допустим, если мы говорим о большом опте, да, на заводе, люди начинают спрашивать низкую цену сразу. Ну, вообще, изначально, когда ты приезжаешь в Китае, тебя всегда спрашивают, когда что-то тебе продает, с какой ты страны. А тем самым китайцы сами для себя формируют в голове уже уровень цен, который тебе нужно, и даже качество зачастую. Если ты говоришь, допустим, с Россией, китайцы автоматически начинают понимать, что тебе нужно дешевое качество и низкие цены. Ну, низкие цены, дешевое качество. Потому что наш рынок, он не готов употреблять товары высокого качества. Ну, ты их сюда привезешь, но ты будешь неконкурентоспособен. За такую цену ничего не продашь. Да, за такую цену ничего не продашь. Поэтому ошибка часто людей, то, что они всегда на завод и говорят, нам всегда нужно там самое лучшее качество. Вам нужно сравнить цены сначала. У китайцев есть дешевое, среднее и высокое качество. И также соотношение по цене. Поэтому, ну, мой совет, это, конечно, если мы торгуем на… привозим товары на рынки страны СНГ, то нужно брать, смотреть дешевое и среднее качество. Также, допустим, когда у нас сформировалось такое понятие, что в Китае только дешевые, некачественные товары. На самом деле, это говорю опять же не так. Потому что внутри Китая китайцы пользуются только качественными товарами. Потому что у них есть покупательская способность, они могут это покупать и использовать эти товары. А те товары дешевые, которые есть у нас, это на самом деле привезли наши же бизнесмены. За счет этого такой стереотип, что в Китае только дешевые, некачественные товары. Ммм, кстати, крутая штука полезна. Слушай, а, например, да, я понял, что я занимаюсь моими там велосипедами, да? А как мне вообще искать, выбрать поставщиков от этих вот, кто мне будет продавать? Производители, точнее. Как-то в интернет просто заходить и сказать? Ну да, есть такой, скажем, всем известный сайт, это alibaba.com, на нем находятся именно все производители. Там можно найти и производители, и также трейдинговые компании. А еще, если у тебя небольшой, если ты там не контейнерами берешь, alibaba это именно опт большой. Есть такой сайт 1688. Там у них, когда вы зайдете, вы можете прям пострелить, у них прям по количеству уже есть ценовая категория. Допустим, велосипеды, да, возьмем. У них там 100 велосипедов, там, грубо говоря, стоит 500 юани. Если ты берешь уже там от 200 до 500, там это будет стоить 300 юани. А если берешь там от 1000 выше, то там это будет стоить 150 юани. На самом деле очень большая разница, поэтому прежде чем покупать, вы можете на сайте посмотреть цены, по каким они продают внутри Китая. В основном 1688 – это внутренний сайт, внутри Китая оптовый, где покупают те же самые китайцы. А alibaba, он уже больше такой международный, да. То есть я выбираю какие-то заводы, к примеру, там, или продавцов, да, и уже напрямую потом, если я еду в Китай, лечу в Китай, то иду именно к этим людям, которых я нашел. Да, ты им отправляешь письма, там, регистрируешь аккаунт, отправляешь письма, что тебе нужно, что тебя интересует. И все, они уже, допустим, говорят, есть у них там это в ассортименте в наличии, либо тебе нужно ждать, пока этот товар будет производиться. Обычно производство занимает 45 дней, там, плюс отправки, там, до наших стран, там, 30 тоже где-то в среднем дней, но где-то 2 месяца нужно, если на изготовление контейнера и на отправку нужно. Слушай, а вот по поводу отправки, какой надо к транспортной компании вообще пользоваться и какие дешевле или какие выгоднее, может быть? На самом деле, ну, нельзя сказать, какая дешевле, какая выгоднее будет. Все строится, вообще весь бизнес Китаем строится на отношениях. Есть такое слово «гуанси» по-китайски. Это на каких отношениях ты находишься с китайцами, с партнерами, со своими. Допустим, даже я сейчас, когда переезжал с Китая в Москву, у меня с моей знакомой, которая занимается карго-транспортной компанией, я попросил, говорю, ребята, можете вы мне просто, ну, под ноль чисто для меня отправить вещи. И мне сделали, действительно, очень дешевые цены, и я за очень дешево привез себе, там, перевез эти вещи, да. И также в дальнейшем зависит, как ты будешь работать с ними, на каких отношениях ты будешь поддерживать именно общение это. Где-то ты сможешь, есть вот ошибка, допустим, да, в выборе карго. У тебя могут быть, допустим, твои постоянные китайцы, которые тебе всегда хорошо возят, дают там, допустим, скажем, не совсем дешевые цены. Ты с ними сотрудничаешь, но там ты, как обычно бывает, там люди приезжают на рынки, Гуанчжоу там, либо Иву, еще куда-то. Ходит очень много китайцев, которые там говорят, карго, карго, там мы можем перевезти вам вещи. И вы, когда у них спрашиваете, допустим, такой же объем товара, они вам дают дешевые цены, дешевле, нежели, допустим, вашего уже проверенного отправителя. Но обычно это, скажем, тоже определенная ловушка, потому что если вы начнете работать с этим новым китайцем, пока что непроверенным, у вас может быть то, что товар придет, ну, вообще может даже не прийти, бывают такие случаи, как бы, да, либо все равно потом, и когда с ним начнете дальше работать, он уже потом будет поднимать вам цены, потому что первоначально дают дешевые цены, чтобы завлечь клиента. У меня рождается прям вопрос первый, это как найти поставщика, то есть получается, как найти нормального, хорошего поставщика. Ну, в первую очередь, смотри, нужно перед тем, как ты списался с твоими поставщиками, вы определились с товаром, определились с ценой, с ценой, то, что она тебя устраивает. Перед тем, как отправлять деньги, желательно, конечно, слетать в Китай, посмотреть, лично приехать, чтобы они, китайцы обычно всегда очень хорошо встречают, съездить, посмотреть их производство, и уже после этого, даже прямо находясь на территории Китая, заключить, уже сделать им предоплату. Обычно это предоплата в размере 30% идет. Я понял. А тогда вот, ну и сразу же второй вопрос, как найти качественного отправителя, то есть вот эту вот компанию, которую перешлет? Ну, нужно также читать, смотреть, либо читать отзывы, да, какие есть карго, посмотреть компании, да, логистические, либо карго компании. Тут опять же нужно понимать, есть два варианта отправки, ты можешь это привести в серую, можешь привести в белую. Поэтому сейчас, за счет того, что, конечно, конкуренция очень большая, и если все растамаживать в белую, не всегда ты будешь проходить по ценовой политике здесь, в нашей стране. Поэтому большинство людей выбирает, конечно же, карго. Как выбирается карго? Ну, опять же, отзывы, опять же, нужно смотреть проверенных людей, допустим, да, даже там, может, там, не знаю, на ютубе, там, может, постретитесь, какие-то там карго компании, которые ведут там свой инстаграм, свою страничку, у них там есть хорошие отзывы, ну, и с ними связываться, уже узнавать цены и сотрудничать с ними. А страховка вообще существует? Да, существует обычно страховка от товара, идет 2% от стоимости товара. От стоимости груза, посылки все. Да, от стоимости груза, посылки все. Ну, бывает, знаешь, многие тоже, бывает, экономят, и вот у меня был очень такой интересный пример, когда был вот этот бум по майнерам начался, и майнеры – это такая дорогостоящая штука, она стоит, ну, немало, на тот момент один майнер там стоил в пределах, там, от 3 до 6 тысяч долларов, да, грубо говоря, скажем. И когда, допустим, ты там набрал какое-то количество майнеров, у тебя выходило, что майнеры там стоят, там, ну, 100 тысяч долларов, да, допустим, и 2% – это 2 тысячи долларов. И люди думают, а, да мы так отправим, 2 тысячи долларов не будем платить. И многие китайцы как раз на этом очень в тот момент хорошо заработали. В плане, когда груз у них пришел сюда, на территорию России, они просто говорили, блин, ребята, ну, вот ваш груз, как бы, он пропал, вы его не застраховали, мы ничего с ним, ну, нету, ну, давайте мы там выплатим там 30% так, чтобы, как бы, гуанси от наших отношений не терялись, и все. А сами уже перепродавали здесь эти майнеры по низкой цене, как бы, и хорошо на этом зарабатывали, но и по сути, по закону они, ну, человек сам виноват, он не застраховал. Поэтому я говорю, что когда люди начинают свой бизнес с Китаем, обязательно, очень важно найти хорошего партнера, который будет находиться в Китае. Во-первых, нужно проверить свой товар перед отправкой, это очень важно. Нельзя сразу, нужно заказать человека, инспектора такого, который живет в Китае, желательно нашего русскоговорящего, чтобы он вам сделал уже фотоотчет, может быть, даже видеоотчеты сейчас делают, вы убедились, что груз вас в целости и сохранности, что его можно отправлять и уже потом отправлять. Но все-таки, гуан-си, вот как выстроить, вот чтобы вы меня любили, я приезжал в Китай, мне говорили, Роман, привет, мы все рады. Все, все очень легко, если ты приносишь своему поставщику хорошую прибыль, то у тебя будет всегда хороший с ним гуан-си. Может подарки купить сразу заранее, с Россией привезти? Ну да, как бы это тоже, даже, конечно, там что-то привезти. И китайцы, когда ты приезжаешь к ним, они, ну, всегда, их сторона встречает очень хорошо тебя, они там зачастую бывают, там снимают в гостиницу, там встречают на хорошем машине, обязательно сводят тебя в хороший ресторан, там, если у вас очень хороший гуан-си, там они сводят тебя, там, какой-то там катевита, в них есть карлокки-барки, там ты с ними, там, выпьешь, там, они песни тебе попоют, там свои. Поэтому, ну, китайцы довольно-таки дружелюбный народ, на самом деле. Скажи мне, пожалуйста, я вот по ту сторону сижу и вот держу руку-то на пульсе, сейчас прям вот хочу уже открыть какой-то бизнес с Китаем. Вот дай мне какой-нибудь совет, вот с чего мне вообще надо начать, что вот, вот, какой-то подсказка, чит-код, может быть, что-то у тебя в голове появится. С чего начать твои бизнес с Китаем? Вообще, ну, может быть, какая-то, знаешь, вот такая подсказка, вот что-то такое, что мне поможет сделать это проще, лучше. Может быть, есть у тебя из всего 13-летнего опыта какой-то один вывод, знаешь, который ты можешь вот. Это знаешь, это частый вопрос, который мне задают все люди. Что можно сейчас привезти из Китая заработать, да? Это тоже, ну, думаю, равносильно знал бы, прикуп жил бы в Сочи, да, есть у нас такая поговорка. Но на самом деле из Китая можно привезти все, вот все, что есть у нас, да, допустим, в магазинах, это все возится из Китая. И люди на этом зарабатывают. Мне кажется, главное просто какой подход ты к этому подберешь. Нужно в первую очередь понять, что нравится именно тебе, из этого уже исходить, к чему лежит твоя душа, допустим, да. Также есть много там всяких нюансов в плане того, что ты можешь там в Яндекс.Директе, допустим, да, посмотреть на Яндексе, что, да, какие тренды, допустим, есть. И уже посмотреть, насколько ты можешь конкурировать, насколько тебе интересно этим заниматься. Также вот я думаю, что наши поездки, которые мы в Китае организуем, они очень помогают людям в плане определиться, потому что вот мы собираем там в среднем, допустим, у нас бывает от 8 до 15 человек группа, мы летаем на Кантонскую выставку, показываем рынки Гуанчжоу, Шенчженя, иногда ездим в рынки Ио, и люди приезжают абсолютно там с разных сфер, и мы совместно пытаемся найти какие-то интересные товары, придумывать, как их упаковать интересно, как их вывести на наш рынок, будет ли это интересно, не будет, и мы совместно собираемся, и это все обсуждаем. Мой, наверное, рабочий совет, это нужно не бояться, пробовать и понимать, чего хотите сами. Слушай, и вот такой, знаешь, заключительный вопрос вообще, почему ты выбрал Китай? Ну, потому что Китай – это развивающая страна, на тот момент она как раз только начала набирать свои обороты, и, скажем, меня все толкало, чтобы туда поехать. Находясь на Дальнем Востоке, я не видел других возможностей для развития, нежели поехать в Китай. Плюс меня всегда интересовала азиатская культура, я как-то с детства начал этим интересоваться, тоже начал изучать китайский язык, и поэтому мой выбор уже, даже когда я учился там в 10 классе, уже был сделан, что я полечу именно в Китае. Если у вас остались какие-то вопросы, или вы думаете о бизнесе с Китаем, и у вас уже куча вопросов по нему, можете задать день в комментариях внизу вопросики, мы на все ответим. Я что знаю, ну, я думаю, что ты ответишь гораздо лучше и качественнее, поэтому я очень рад за то, что ты сегодня пришел ко мне в гости в Ижевск. Да, спасибо, я тоже рад, что это был. Да, надеюсь, ты можешь приезжать к нам почаще и в Москву тоже. А вам спасибо, обязательно по лайку надо вот где-нибудь сюда. Да, еще хотел сказать, если у вас есть какие-то еще вопросы, у нас на канале, канал Китайчик, вы можете посмотреть, там много есть инфы по Китаю, где мы ходим по рынкам, и я очень много даю интересной информации касаемо бизнеса с Китаем. Ссылку сделаю вот здесь, вот прям закрепчиком сделаю, вот где-нибудь там внизу под видео, вы можете кликнуть и сразу зайти к ним посмотреть, поизучать. Всем спасибо, и лайк, подписка, звоночек, и всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok